Известно, что римляне признавали всех богов. Например, когда римские легионы приходили в германские леса для войны с варварами, германцами, первое, что делали римляне, они приносили жертву богам этой местности, то есть богам германцев, подчеркивая, что они воюют не с богами этой местности, а с людьми, к которым у них есть какие-то претензии. То есть это был именно суперэкуменизм римский, и совершенно непонятно, почему римляне, которые достаточно спокойно и терпимо относились к разным религиям, более чем терпимо подвергают преследованию христиан. Со стороны римских властей подвергались преследованию не только христиане, но и иудеи. Иудеи подвергались преследованию за то, что они отказывались почитать римских богов. Но христиан подвергали преследованию и по этой причине, и потому, что само существование христиан бросало вызов римской политике. А римская политика по отношению к разным народам была очень простой – разделяй и властвуй. И когда на христианских собраниях вместе сидели рабы и сенаторы, господа и их подчиненные, евреи, греки, скифы, варвары, и все вместе прославляли одного бога, это был вызов римской политике, которая не могла принять христианский универсализм. В свое время известный безбожный философ Людвиг Фербах в своей истории философии в самом начале записал такую мысль, совершенно неожиданную для атеиста. Он пишет «До появления христиан человека как такового не существовало. Человек мыслился как понятие сугубо национальное. Грек был греком, египтянин – египтянином. И только с появлением христианства появилось представление о человеке как о сыне человеческом с большой буквы». Это действительно был вызов римской политике по отношению к разным народам, разделяя и властвуй. И в то же время христиане объединяли на своих собраниях людей разных национальных, социальных, возрастных и половых групп. Продолжение следует... Продолжение следует...